Неделя спорта 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 Посмотрим, кто победит. Не определились, кто какую команду тренирует в данном матче? Нет, мы в данном матче пока не решили, кто встанет на тренерской мостике за то или иное. Ну, увидим. Ну, будет интересно посмотреть за этим. Да, приглашаем наших болельщиков в дворец спорта на данный матч. Хорошо, теперь поговорим о студенческой хоккейной лиге. Сезон скоро стартует. Кто явный фаворит в этом сезоне может быть? На какие места мы рассчитываем? Ну, студенческая хоккейная лига, она не за горами. Ноябрь наступил. В принципе, в конце ноября следует ожидать стартовых матчей. Ну, традиционно у нас Павловская Академия является явным фаворитом. Тем более, сейчас она проводит активный турнир в рамках студенческой хоккейной лиги России. Уже выступила в двух турах, показала очень серьезные результаты. И в составе нее выступают игроки, которые выступали на международных турнирах вместе с тренером. Ну, а если вы видели другие команды, в этом году большое количество вузов пришло, большое количество хоккеистов. Где-то мы пополнились. Хоккейный клуб КАИ «Зеланд» тоже показал, что очень много молодежи. Не могу сказать о каниту КХТИ и Энерго, пока эти соперники неизвестны. Но я думаю, борьба развернется между тремя клубами. Это Павловская Академия, КФО и КАИ, как и в прошлом году. Ну, то есть, скорее всего, так и закончим. То есть, первое место Павловская Академия, на втором мы, а на третьем КАИ. Ну, надеюсь, прервем эту череду и все-таки постараемся на первое место выйти мы. Второе, третье, пусть разыграет соперники. Отойдем от темы хоккея. Тема, которая гремит по всему Казанскому федеральному университету, а именно Кубок Казанского федерального университета по мини-футболу. Одну половину, одну восьмую финала мы уже отыграли. Сегодня у нас стартует вторая половина. А для вас есть какие-нибудь фавориты? Какие матчи уже смотрели? Как вообще в целом турнир проходит? В этом году, в принципе, в данном турнире принимаю непосредственно участие. Посетил уже три игры. Ну, из фаворитов я бы выделил, мне кажется, что в следующий этап пройдут у нас Институт социально-философской науки и массовой коммуникации. Я вот сколько с людьми не общаюсь, в МК никто не верит. Нет, я верю, но, к сожалению, в первой игре они не совсем мне понравились. Я предполагаю, что они, скорее всего, проиграют. Но, надеюсь, ВМК они со мной не согласятся и дадут бой соперникам. Скорее всего, Институт физики пройдет в следующий этап. Инженерный институт, в принципе, не считался фаворитом. Хотя для меня лично в матче с Итисом они преподнесли небольшой сюрприз, пройдя их. Вот. Ну, впереди у нас, конечно, очень интересные матчи, где я, наверное, не смогу дать однозначного ответа. Это встреча между Юрфаком и ИМО. Довольно-таки интересно, ждет нас поединок. И ожидаю большое количество голов и большого накала страстей. Алексей Николаевич Ливанов был сегодня у нас в гостях. Большое спасибо, что пришли. Спасибо вам за приглашение. Большое спасибо вам, зрители, что смотрели нашу программу. Еще увидимся. На этом этот выпуск программы «Недели спорта» подходит к концу. Меня зовут Роман Полинсков. Еще увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова